Рассказы и повести Михаила Зощенко На долю Михаила Михайловича Зощенко 1894-1958 годы выпала слава редкая для человека литературной профессии. Ему понадобилось всего лишь 3-4 года работы, чтобы в один прекрасный день вдруг ощутить себя знаменитым не только в писательских кругах, но и в совершенно неподдающейся учету массе читателей. Журналы оспаривали право печатать его новые рассказы. Его книги, одна опережая другую, издавались и переиздавались чуть ли не во всех издательствах, а попав на прилавок, раскупались с молниеносной быстротой. Со всех эстрадных подмостков под восторженный смех публики читали Зощенко. Свои первые рассказы Зощенко опубликовал в 1921 году, а уже через 10 лет, когда он был еще только на подходе к своим главным книгам, дважды успело выйти шеститомное собрание его сочинений. Слава ходила за Зощенко по пятам, и нередко, в самом прямом смысле. Почтальон приносил ему пачки писем. Ему названивали по телефону, не давали проходу на улицах, его узнавали в трамваях, осаждали в гостиницах. Его мгновенно засекали везде, где бы он ни появлялся. И чтобы уберечь себя от назойливых почитателей, он, выезжая из Ленинграда, был вынужден подчас скрываться под чужой фамилией. В то же время Михаилу Михайловичу рассказывали и писали, что по дорогам страны бродит несколько граждан, выдающих себя за писателя Зощенко. Чем же объяснить столь небывалую для нашей литературы известность писателя? Чем объяснить, что Маяковский, такой придирчивый и скупой на высокую оценку, когда дело касалось кого-либо из литературной братьи, называл Зощенко большим, квалифицированным и самым популярным писателем и настаивал, чтобы всячески продвигать в журналы его произведения, что Есенин еще в 1922 году, Зощенко только что появился перед читателем, написал, что в нем есть что-то от Чехова и от Гоголя, и будущее этого писателя весьма огромное. А Чуковский, вспоминая время вхождения в литературу серопионовых братьев Всевлада Иванова, Вениамина Каверина, Николая Тихонова, Константина Федина и других, подчеркнул, что именно на книге незаметного с виду конторщика Михаила Зощенко с каждым годом все возрастал и возрастал ненасытный читательский спрос. Односложный ответ здесь не годится. Он должен слагаться из целого ряда моментов, касающихся как самого писателя, так и времени, когда Зощенко начал писать. Он родился в Петербурге, в семье небогатого художника-передвижника Михаила Ивановича Зощенко и Елены Осиповны Суриной, за домашними заботами успевавшей писать и печатать рассказы из жизни бедняков в газете «Копейка». С раннего возраста, а особенно после смерти отца, мальчику было 12 лет, когда Елена Осиповна, страдая от унижения, обивала пороги присутственных мест с просьбой о пособии для своих восьмерых детей, будущий писатель уже хорошо понял, что мир, в котором ему довелось родиться, устроен несправедливо, и при первой возможности отправился этот несправедливый мир изучать. Он еще гимназистом мечтал о писательстве, и вот за невзнос платы его исключили из университета. Нужен ли более веский предлог для ухода из дому в люди? Контролер поездов на железнодорожной линии Кисловодск-Минеральные воды. В окопах 1914 года командир взвода, прапорщик, а в канун февральской революции командир батальона, раненый, отравленный газами, кавалер четырех боевых орденов, штабс-капитан. При временном правительстве начальник почт и телеграфа, комендант главного почтамта в Петрограде, адъютант дружины и секретарь полкового суда в Архангельске, после Октябрьской революции пограничник в Стрельне, Кронштадте, затем добровольцем пошедший в Красную армию командир пулеметной команды и полковой адъютант под Нарвой и Ямбургом. После демобилизации, болезнь сердца, порог, приобретенный в результате отравления газами, агент уголовного розыска в Петрограде, инструктор по кролиководству и куроводству, в совхозе Майнково-Смоленской губернии, милиционер в Лигове, снова в столице сапожник, конторщик и помощник бухгалтера в Петроградском порту Новая Голландия. Вот перечень того, кем был и что делал Зощенко, куда бросала его жизнь, прежде чем он сел за писательский стол. Этот перечень необходим. За сухими строчками Зощенковской анкеты проглядывается время, которое сегодня мы справедливо считаем неповторимо возвышенным и великим, но которое для многих живших тогда людей было временем неслыханных испытаний, временем голода, тифа и безработицы. Зощенко видел этих людей, заглядывал им в глаза, он хотел узнать, как живет и чем дышит прошедший через многовековое рабство его народ. И он это узнал. Время протащило его по окопам двух войн, по весимым городам после революционной России и швырнуло на булыжные улицы Петрограда. Но он не упал. Он обладал завидной для людей своего социального слоя стойкостью, что, кстати, так выручало его на крутых поворотах жизни. Он был на редкость восприимчив к чужому образу мыслей, что не только помогало ему разобраться в разных точках зрения на происходящее в стране ломку, но и дало возможность постичь нравы и философию улиц. За несколько лет скитаний он увидел, услышал и узнал столько, сколько в спокойное, неторопливое время он никогда бы не увидел, не услышал и не узнал даже за пятьдесят лет. Попугай. Нынче нам, братцы мои, великолепное житье. Все-таки еда хорошая, щи там или что другое, мясо опять же, о котором по праздникам баб, может, и пироги с капустой пекут. Вот оно какое великолепие. На таких харчах мы, братишки, и позабывать стали, что это за голод такой. Позабывать начали, как-то мы голодовали раньше, скажем, в девятнадцатом году. А ведь и голодовали же мы, братцы, в свое время. Хлеб был в диковинку, вспомнить удивительно. А, впрочем, не все, скажем, голодовали, которые мужички, крестьяне, то есть, неплохо те жили. Все им из города везли. Инструменты, драгоценные изделия, ценность всякие. Уж и покланился же город-деревни, покланялись городские мужичкам. А шельма же, братец-мужичок наш, полюбовно будет отсказано. Ах ты, шельма какая! Баб моя, кокетка, надо сказать, зеркало повезла раз в деревню. И большое такое зеркальце, ну, скажем, рожу все видно. Повезла, братцы мои, думала, к празднику мал-мальские пудмучки, сволокет назад. Плакалась еще дура такая, как-то, говорит, тяжесть такую повезу. Приехала в одну деревню. Куда там? Часишки, зеркала, рояли в каждой избе. А тут, извините за выражение, небольшое зеркальце. Ткнулась баба моя. В одну избу шесть куриных яиц дают. В другую ткнулось опять шесть куриных. Вот, думает, клюква. Как же спрашивают мне куриные яйца в дорогу. Дайте хоть крупы какой-нибудь или мучки, что ли. Не дают. А нет, говорит, за зеркала у нас официальный тариф на куриные яйца. Так и вернулась баба моя ни с чем. Мужик-то, впрочем, один прелестился зеркалом. Эй, говорит, жалко, что махонькое зеркальце. Я бы, говорит, для тебя нарушил все нормы, дал бы тебе крупой, но не подходящее зеркальце. Мне, говорит, такое надо, чтобы ноги видать было. И зачем ему браться мои ноги нужно видать? Эх, шельма какой мужик. А я вот тоже раз съездил за Вологду. Смешно вспомнить, попугая вез. И ни за что бы я не поехал, да опять-таки баба моя пристала. Баба моя кокетка, надо сказать, от хлеба с малороссийским сальцем ни почем не откажется. Пристала и пристала. Поезжай, да поезжай. Ну и соседи тоже. Поезжайте, говорит Семен Семенович, вы человек разговорчивый, вкрутите мужичкам. Да мне что, я и поехал. А перед отъездом-то разговоры всякие были. Чего везти в деревню? Одни говорят, ленты вези, кружева, другие в ситчик попестрей, третьи бусы, что дикарям, ей-богу. Пошел я на толкучку, думаю, куплю-к в самом деле такую вещь, чтоб сразу в рожу кидалась. Вот и купил братца мои попугая в клетке. Сидит, представьте себе, на толкучке многоуважаемая дама такая, может, бывшая графиня, и домашним барахлом торгует. И тут же при ней клетка, а в клетке попка. И сидит эта попка на кольце, качается и орет по-французски. Шармант, что в переводе на русский язык прелестно значит. Вот, братцы мои, я и приобрел птицу эту. Тот, думаю, удивлю деревню. И удивил, слов нет. А купил я эту попку за недорого, хлебом, не помню, восемь, не помню, десять фунтов дал. И вскоре после этого и поехал. В теплушки ехал. Разговор помню, поднялся вокруг меня смех. Куда, спрашивают, везешь птицу, зачем? А везу, говорю, в деревню, на хлеб менять. Почем, спрашиваю, попугаи в этих местах ходят. В какой цене? Не продешевить, чтобы. Смеют, Ставар, говорят, неизвестный. Предложил мне тут какой-то супчик, полпуда ядрицы за птицу. Да не отдал я. Приехал в одну деревню, народ вокруг меня столпился, хохочет, ребята тоже хохочут, прутьями дразнят птицу, под перья ей дуют. Ну, думаю, понравился Ставар. Принялся я с бабой одной торговаться и совсем было в цене сошелся. Да явился какой-то инвалид, что ли, из армии. Стоп, говорит, братцы, обман. Попка это не настоящая, настоящая попка. Дурак орет, а это, говорит, что-то невнятно произносит. Ну, и смутил сделку чертов инвалид. Пут только стал давать баба. Дальше я пошел. В одну, в другую деревню не берут. Хохочут, под перья дуют, а не берут. А которые бы и взяли, да обижаются, зачем дурак не произносит. Два дня мотался я, братцы мои, с птицей. Запарился, утомился, сказать невозможно. Прямо за полпуда отдал. Но и полпуда перестали давать. Вид, говорят, у птицы плохой. А это верно. Птица тоже запарилась. Все-таки дорога. Да и под перья дули, и ронял я ее два раза. И вот посоветовал мне один старичок в дальнюю деревню идти. А то, говорит, народ тут при железной дороге балованный. Чего хотят, сами не знают. Вот я и пошел. А путь дальний, жара, пылища в нос бьет. Чересчур я тогда утомился, вижу, и птица моя утомилась до невозможности. С кольца своего сошла, сидит внизу, нахмурившись, и хлеб не клюет. Ну, думаю, не скончалось бы раньше времени. Плохой вид. Вот, думаю, глупость какая будет, ежели так. А сам все нажимаю, все быстрей, да быстрей. И вот пришел к вечеру в нужную деревню. Ну, говорю, попка, подбодрись. В одну избу зашел. Не нужно ли, говорю, попугая? Нужно, говорит, мужик. А почем товар покажи? Стал я ему попку показывать, смотрю, лежит моя птица брюхом кверху, и лапки у ней врозь. Обиделся мужик. Что ж, говорит, ты дохлой птицей торгуешь? Ох, чуть я не прослезился тогда. Вывалил попку из клетки, клетку бросил. А мужик хохочет надо мной. Перестань, говорит, клетку бросать. Я тебе за нее шесть куриных яиц дам. И дал. А жалко, говорит, что скончалась птица. Я бы, говорит, за нее четыре пуда дал. Мне, говорит, очень последнее время попугаи нужны. Если, говорит, у тебя еще будут продажные попки, валяй, приноси. Я говорю, ладно, принесу, держи карман шире. В общем, я вернулся домой в полном огорчении и больше в деревню и больше в деревню не ездил. Собачий случай. Жил такой Вася Семечкин, безработный. Уволили его по сокращению штатов, а он и вуз не дует. Пущай, говорит, буду-ка я человеком свободной профессии. Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим, да случай вышел. Проживал в четвертом номере всемирно ученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку холярную, а то и просто хвост отрежет и интересуется, может ли животное без хвоста жить. Одним словом, опыт. Но однажды встретил всемирно ученый-старичок Ваську во дворе и говорит, нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов. Я, говорит, за каждую собачку плачу трешку. Обрадовался Васька, сразу смекнул. Есть, говорит, вы угадали. Это, говорит, даже моя специальность доставать опытных собачек. Пожалуйста, завсегда ко мне обращайтесь. Ударили они по рукам и разошлись. Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду накинуть. Да были перевыборы, поперли его. Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая-то была паршивенькая собачка, баллонка. Глаз у ней красный, отвратительный, шерсть висячая, омерзительная собачка и кусачая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке. Третью собачку Васька поймал на улице, а там и пошло, и пошло. Только раз всемирно ученый старичок сказал Ваське, что ж ты, говорит, голубчик, мне все паршивеньких собак достаешь. Нынче я опыт произвожу над предстательной железой, и нужна мне для этого собака особо крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы под ножом. И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Прошел, четыре квартала нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул. Идет по карповке, смотрит, стоит у тумбы этакое значительное собачище, и воздух нюхает. Обрадовался Васька. И верно, особо фигурная собака, бока гладкие, хвост трубой, и все время бодрится. Подошел к ней Васька, хлеб сует, собачка, собачка. А она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать, она его за руку тяп и держит. Васька рвется, не пущает, народ стал собираться, публика, кто-то говорит, братцы, да это уголовная собака, тревка. Как услышал это Васька, упал с испугу, мешок выронил, а из мешка сучка выпала. Ага, закричал народ, да это братцы собачник, хватай его. Схватили Ваську и повели в милицию. А после судили его. Оправдали все-таки, во-первых, безработный, с голоду, во-вторых, для науки. Впредь сказали, не делай этого. Стал с тех пор Васька дровами промышлять. Горькая доля 24 февраля 1923 года. Дорогая капочка, и так я жена Подподушкина, жена знаменитого художника Сергея Подподушкина. Я счастлива, неимоверна, целые дни мы с Сергеем витаем в разных мечтах и фантазиях. Я живу в каком-то заколдованном мире. Мне даже странно, что кроме меня и Сергея существуют какие-то люди. Происходят какие-то революции, какие-то извержения этны. Я живу, как сказочная нимфа. Сергей называет меня ярким пятном на фоне своих идеалов. Твоя Анна Подподушкина. 10 марта 1923 года. Дорогая Капочка, посылаю тебе мой новый адрес. С Сергеем я разошлась. По правде сказать, я очень тому рада. Конечно, все эти фантазии и грезы хороши, но они недостойны для развитого человека. Дорогая Капочка, ты можешь поздравить меня. Я выхожу замуж за известного хирурга Деримбасова. Я всегда увлекалась медициной. Это такая жуть разбираться в человеческом организме. Только подумать, что тут за покровом кожи протекают какие-то жилки, двенадцатиперстная кишка, бронки, ребра. Ах, это так величественно и глубоко. До знакомства с Деримбасовым я никогда не думала, что у меня есть какая-то двенадцатиперстная кишка. Я счастлива неимоверна. Твоя Анна Деримбасова. 26 марта 1923 года. Дорогая Капочка, за Деримбасова я не вышла замуж. Это целая история. Если Деримбасов лечил одного инженера, делал ему удаление аппендицита, он теперь страшно мной увлекся, мы на днях уезжаем с ним на Волховстрой. Он там ставит какой-то, знаешь ли, кессон. Ах, ты так величественно ставить кессон. Я счастлива неимоверна. Твоя Анна. 29 апреля 1923 года. Дорогая Капочка, прости, что давно не писала, произошла такая масса событий. Ни на какой Волховстрой, я, представь себе, не ездила. То есть, я перед отъездом встретила одного знакомого, Левушку Шишмана, который с детства мною увлекался. Я счастлива неимоверна. Хорошо, что я не поехала на этот дурацкий Волховстрой. Ну, что бы я там делала? Я даже не знаю, что такое кессон. Алевушка очень-очень мил, он буквально носит меня на руках и одевает как перышко. Наши дела ничего, мы немножко работаем на валюте и немножко на картинах. Конечно, наши дела могли быть и лучше, но ты сама понимаешь, можно ли сейчас работать при большевиках. Большевиков я ненавижу всеми фибрами. Твоя Анна Шишман. 17 мая 1923 года. Дорогая Капочка, оказывается, Левка был арестован не за спекуляцию, а за взятку. Это уж, знаешь, ли свинство с его стороны. Если правительство борется против взяток, то это выходит государственное преступление. Мне его ничуть не жаль. Ваня говорит, что это дело пахнет строго изоляцией. А на мой взгляд, если это государственное преступление, то это даже мало. Ах да, я тебе забыл сказать, что Ваня, ты знаешь, один агент. Он очень отзывчивый и симпатичный. Он сразу стал ко мне приходить, и мы подолгу беседовали с ним о политике и вообще о социальных идеях. Я счастлива неимоверна. Ах, это так грандиозно и так величественно, эти социальные идеи. Я фашистов ненавижу всеми фибрами. Советую, Капочка, и тебе ненавидеть. Твоя Анна Лохудрина. Сила таланта. Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика била ногами, рычала, поклонники актрисы кидали на сцену цветы, кричали «Кузькина! Кузькина!» Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью «Посторонним воспрещается» и скрылся. Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала. Ах, именно о таком успехе она и мечтала потрясать сердца, облагораживать людей своим талантом. Но тут в дверь постучали. Ах, сказала актриса, войдите. В комнату стремительно вошел человек. Это был юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть. Он бросился перед ней на колени и промычав, влюблен, потрясен, схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями. «Позвольте», сказала актриса, «это не мой сапог, это комические старухи. Вот мой!» Поклонник с новой яростью схватил актрисин сапог. «Второй!» хрипел поклонник, ползая на коленях. «Где второй?» «Господи!» подумала актриса, «Как он в меня влюблен!» и подавая ему сапог, робко сказала, «Вот второй!» «А вон там мой лиф!» Поклонник схватил сапоги и лиф и торжественно прижал их к груди. Актриса Кузькина откинулась в кресле «Господи!» «Что можно сделать силой таланта?» «Довести до невменяемости?» «Успех!» «Какой успех!» Поклонники врываются к ней и целуют ее обувь. «Счастье!» «Слава!» Потрясенная своими мыслями, она закрыла даже глаза. «Кузькина!» громко закричал режиссер «Выход!» Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было. После выяснилось, что кроме сапог и лифа, из уборной исчезла коробка с гримом, парик и, что всего ужасней, один сапог комической старухи. Другого поклонник не нашел. Другой лежал под креслом. Неизвестный друг Жил такой человек Петр Петрович с супругой своей Катериной Васильной. Жил он на Малой Охте и жил хорошо, богато, хозяйство и гардероб и сундуки полные добра. Было у него даже два самовара, а утюгов и не счесть, штук пятнадцать. Но при всем таком богатстве жил человек скучновато, сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался, боялся из дома выходить, в смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил, а то, думает, в его отсутствие разворуют вещички. Ну, однажды получил Петр Петрович письмо по почте, письмо секретное, без подписи. Пишет кто-то, эх, ты, пишет, старый хрен, степа валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Женат твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем, как я есть твой неизвестный друг и все такое, то сообщаю, ежели ты, старый хрен, придешь в сад трудящихся в семь часов вечера в субботу двадцать девятого июля, то глазами удостоверишься, какая есть твоя супруга гулящая бабочка. Протри глаза, старый хрен, с глубоким почтением, неизвестный друг. Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел, стал вспоминать, как и что, и вспомнил. Получила Катерина Васильевна два письма, а от кого не сказала и вообще велася подозрительно, к мамаши зачистила и денег требовала на мелкие расходы. Ну, клюква, подумал Петр Петрович, пригрел я змею, но ничего, не позволю над собой надсмехаться. Выслежу, морду набью и разговор весь. В субботу, двадцать девятого июля, Петр Петрович сказался больным, лег на диван и следит за супругой. А та ничего, хозяйством занимается, но к вечеру говорит, мне, говорит, Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, говорит, мамаша опасно захворала, а сама нос пудрой, шляпку на затылок и пошла. Петр Петрович поскорее оделся, взял в левую руку палку, надел калоши и следом за женой. Пришел в сад трудящихся, воротничок поднял, чтобы не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит, у фонтана супруга сидит и вдаль всматривается. Подошел. А, говорит, здрасте, любовника ожидайте. Так вам, говорит, Катерина Васильевна, морду набить мало. Та в слезы. А, говорит, Петр Петрович, Петр Петрович, не подумайте худого, не хотела я вам говорить, но приходится. И с этими словами вынимает она из рукава письмо. А в письме в печальных тонах написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в сад трудящихся в субботу 29 июля. Странно, говорит, кто же пишет? Я не знаю, отвечает Катерина Васильевна. Я пожалела и пришла, а какой это человек я не знаю. Так, говорит Петр Петрович, пришла. А ежели пришла, так и сиди, не двигайся. Я, говорит, за фонтан спрячу, посмотрю, что за фигура. Я, на мной ему бока. Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит, а супруга напротив бледная и еле дышит. Час проходит никого. Еще час, опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана, но, не хнычьте, Катерина Васильевна, тут, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли, нагулялись. Не ваш ли братец-подлец подшутил? Покачала головой Екатерина Васильевна, нет, говорит, тут что-нибудь серьезное, может, неизвестный человек испугался вас и не подошел. Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел. И вот приезжают супруги домой. А дома разгром, сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет, грабеж, а на стене булавкой пришпильна записка. Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из дома не вытащишь. Сидят как сычи. А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне, рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруги твои, наши нижайшие с кисточкой и с огурцом пятнадцать. Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут как маленькие. Свинство Ведь вот свинство какое! Сколько сейчас существует поэтов, которые драгоценную свою фантазию растрачивают на рифмы до стежки. Но чтобы таким поэтам объединиться, да и издать книжонку на манер наших святцев с полным и подробным перечислением новых имен, так не от того, не додумались. А от этого с Иваном Петровичем произошла обидная история. Пришел раз Иван Петрович к заведующему по делам службы, а тот и говорит, эх, молодые люди, молодые люди, на вас, говорит, вся Европа смотрит, а вы чего делаете? А чего, спрашивает Иван Петрович? Да как чего? Вот взять тебя. Ты, например, младенца ждешь, а как ты его назовешь? Его с Петькой назовешь? Ну, говорит, а как же назвать-то? Эх, молодые люди, молодые люди, говорит заведующий. По-новому нужно назвать, нужно быть революционером во всем, на вас вся Европа смотрит. Что ж, отвечает Иван Петрович, я не против, да только фантазия у меня ослабла. Недостаток, так сказать, воображения. Вот вы, человек образованный, просвещенный, восточный факультет кончили, посоветуйте. У вас и фантазии, и все такое. Пожалуйста, говорит заведующий, у меня фантазии хоть отбавляет, верно. Вали, назови, ежели дочка Октябрина, ежели парнишка, ну, ну, как-нибудь да назови, подумай, нельзя же без имени ребенка оставить. Вот хоть из явления природы, Луч, назови, что ли. А имя такое, Луч, не понравилось Ивану Петровичу. Нет, говорит, Луч, с отчеством плохо, Луч Иванович. Луч, говорит, я после подумаю. Спасибо, что на девчонку надоумили. Стал после этого Иван Петрович задумываться, как бы назвать. Имен этих приходило в голову множество, но все-таки именно то они с отчеством плохи, а то и безотчества паршиво звучат. Ладно, решил Иван Петрович, может, на мое счастье девчонка народиться, ну, а ежели мальчишка там, подумаю, в крайнем случае Лучом назову шут с ним. Не мне жить с таким именем. Много раз собирался Иван Петрович подумать, да по легкомыслию своему все откладывал, завтра да завтра. Че думает, я башку раньше времени фантазии засорять буду. И вот, наконец, наступило событие. Родилась у Ивана Петровича двойня. И все мальчики. Сомлел Иван Петрович. Два дня с дивана не поднимался, думал, аж голова распухла. А тут еще супруга скулит и торопит. Ну как, ну как? А Иван Петрович плашмя лежит и руками отмахивается. Не приставай, дескать, убью. А сам самосильно думает, стоп, думает. По порядку буду. Одного назову, ежели это есть мальчик, Луч, Луч Иванович, заметано. Хоть и плохо, сам виноват, было бы девочке другое дело. Другого, ежели тоже есть мальчик, а не девочка, назову, ну, эх, думает, хоть бы одна девчонка из двух. Пролежал Иван Петрович два дня на диване и вместо имен стали ему в голову всякие пустяки лезть, вроде насмешки. Стул, стол Иванович, насос Иванович, картины Ивановна. И побежал Иван Петрович с перепугу к заведующему. Выручайте, кричит, вы меня подкузмили. А что, спрашивает, да как же, что вся Европа на меня смотрит, а у меня все мальчики. Ну, как я их назову? Думал, думал заведующий. Вот, говорит, Луна, например, неплохое имя. Заплакал Иван Петрович. Я, говорит, про Луну думал уж. Луна это женский род. У меня все мальчики. Стал опять думать заведующий. Нет, говорит, увольте, фантазии у меня действительно много, но направлена она в иную сторону. Пойдем, говорит, старик, выпьем с горя. Пошли они в пивную, а там в трактир, а там опять в пивную и запил Иван Петрович. Пять дней домой не являлся, а как явился, так все было кончено. Одного парнишку назвали Колей, а другого Петей. Этакое свинство. Вот какая это была история. А во всем виноваты поэты. У них фантазия. Европа. Любит русский человек побронить собственное отечество. И то ему, видите ли, в России плохо. И это не нравится. А вот, дескать, в Европе все здорово. А что здорово, он и сам не знает. А ежели он будет говорить про омолаживание, то плюньте ему в глаза. Поехал тут один гражданин омолаживаться. А что получилось? Пустяки. А так было. Жил один гражданин в нашем доме в шестом номере. И был этот гражданин до того старенький, что перестал он даже за квартиру платить. Че, говорит, мне деньги переводить зря? Я, говорит, одной ногой в гроб смотрю. Небось, скоро помру с меня взятки гладки. Так и не платил. Уж комендант дома и угрожал старичку, и требовал, и по совести урезонивал, и я беды писал. Не помогает. Старичок только усмехается. Сами, говорит, виноваты, что не плачу. Дураки вы, некультурные вы люди. Жил бы я в Европе, омолодили бы меня там, и снова бы я стал платить. Даже, говорит, на ремонт крыши бы дал. А так не желаю. Так и не платил. И еще мало того, что не платил, а еще и задирал всех жильцов. Издевался над их некультурностью. И все насчет Европы скулил. Наконец, кто-то посоветовал старичку в Европу ехать. Так старичок и сделал. Достал себе паспорт, распродал имущество, и к осени выехал. Даже не попрощался ни с кем. И вот поехал старичок в Берлин и пишет из Берлина письмо в Россию. Вроде как бы хвалится. Сидю, говорит, в Берлине и на днях буду омолаживаться. А медицина тут поставлена очень отлично. Каждая кишка на учете. А как омоложусь, так и деньги вышли за квартиру за все время. И может быть на ремонт. До свидания. И вот принялся старичок ходить к знаменитым профессорам. Пошел к одному, к другому, к пятому. Нет, не берутся омолаживать. Один профессор над крысами производит опыты, другой профессор теорией вопроса занят, третий опять на практике крыс омолаживает. Даже злость взяла старичка. Что же это, говорит он одному профессору, крысы, да крысы, это выходит, что я зря проехался. Что же, говорит, вы ваньку валяете, едят вас мухи. Раззвонили на всю планету, а как доделать, так не можете. Над крысами только. Нет, говорит профессор, не только над крысами, а и над кроликами, и над морскими свинками, и даже над обезьянами. Но есть всемирно известные профессора, которые и человеков омолаживают. Дал тут профессор старичку адрес одного знаменитого ученого, который проживал в Гамбурге. Вот старичок собрался и выехал туда. Оттуда пишет письмо в Россию. Сидю, говорит, в Гамбурге, и скоро буду омолаживаться. Как омоложусь, так и деньги вышлю. Раньше не могу, из принципа. До свидания. Написал старичок письмо и пошел к знаменитому ученому. Здрасте, говорит. Вот, говорит, желаю омолодиться, о счастливке. Впрысните сыворотку. Можно, говорит ученый, это вам будет стоить 300 английских фунтов. Подсчитал старичок свои карбованцы, охнул, схватился за голову. Ох, говорит, знаменитый профессор, не хватает у меня поланглийского фунта, извиняюсь. Ну, ничего, говорит ученый, пущай так. У меня полфунта не расчет, раздевайтесь. Разделся старичок и думает. Вот, думает, едят те омухи, он меня омолодит, а я потом с голоду помру без копейки денег. Все ему отдам. Подумал, подумал и стал одеваться. До свидания, говорит, я в другой раз зайду. Подумаю. Что ж вы вала вертите, сказал профессор, бросая препарат на стол. Старичок бочком, бочком, да и на лестницу. Бежит по лестнице, вдруг слышит, сзади какой-то человек цыкает. Тсс, говорит человек. Вам чего? Омолодиться. Я, говорит, устрою. Вот вам адрес ученого. Он, хотя и не очень знаменит, но возьмет с вас недорого. Вот на другой день старичок и пошел к ученому. И действительно, взял этот ученый со старичка недорого, впрыснул ему, что следует, а через два дня старичок и ноги протянул. Помер. А с чего помер? Неизвестно. Может, ему не в то место впрыснули, куда следует. А может, старичок и сам помер от потрясения. Вот. А вы говорите, Европа. Новый человек Делопроизводитель нюхательного треста Игорь Владимирович Козьепупов лежал у себя в комнате на кушетке и весело улыбался. Рядом, в соседней комнате, у жены Машеньки сидят гости. Вернее, не гости, а гость. Какой-то еще Ручкин, Машенькин, сослуживец. Сидит, думает Козьепупов, пускай сидит. Мне от этого не холодно, не жарко. Я все-таки новый человек, современный человек, так сказать, дитя своего века. Другой муж в три шеи погнал бы этого чертова Ручкина. А я, пожалуйста, сиди и говори, что хочешь, шепчись, замыкайся на все запоры, целуйся, шут с вами, мне все равно. Я новый человек, человек новой эпохи. В соседней комнате гудел густой голос товарища Ручкина, однако слов нельзя было разобрать. Гудит, думает Козьепупов. Гуди, собачий нос, гуди. Скажи спасибо, что на такого мужа напал, другой бы муж за манишку да по лестнице, да по лестнице, башкой паршивой по лестнице, не лазь, дескать, к чужим женам. Козьепупов присел на кушетку и закурил. Да, сказал он про себя, как ни говори, а новые отношения между полами, полнейшее социальное равенство. Я хоть и делопроизводитель, но я передовой человек, я даже, ей-богу, к самому себе уважение чувствую. Я новый человек, не знающий ни ревности, ни мещанской собственности. Ведь другой человек мог бы и кислотой плеснуть в поганую рожу этого Ручкина. А по правде сказать, и стоит. Интересно знать, о чем это дерьмо беседует с Машенькой. Козьепупов встал с кушетки и тихонько подошел к двери. Мария Михайловна, густо говорил товарищ Ручкин, вы прелестная дамочка, дозвольте в ручку поцеловать. Козьепупов замер у двери, сволочь, какая, удивился он, а? Дозвольте поцеловать, другой бы муж за такие слова все кишки бы выпустил, с пятого этажа бы выкинул. Козьепупов в волнении отошел от двери и снова прилег на кушетку. Но теперь ему не лежалось. Какая скотина, думал Козьепупов. Два часа сидит, да еще гудит, как прохвост. Хоть бы подумал, что муж в соседней комнате. Я, знаете ли, хоть и новый человек, но если он еще десять минут просидит, то я ему пропишу пфеферу, я ему все кишки выпущу, я его с собачьего прохвоста в зубной порошок разотру. Козьепупов вскочил с кушетки и принялся шагать по комнате, нарочно стуча к облукаме. Маша! Вдруг крикнул Козьепупов визгливым голосом. Маша! Поздно уж спать пора! Густой голос Ручкина прервался на полуслове. В комнате стало тихо, через минуту в дверях показалась Машенька. Это не тактично, сказала она, это свинство. Где твои убеждения? А, не тактично, заорал Козьепупов, брызгая слюной. Не тактично! Он схватил жену за руку и потащил в комнату, где сидел гость. Не тактично, орал Козьепупов, тыча пальцем в товарища Ручкина. А два часа сидеть тактично, я извиняюсь, товарищ, не из ревности, я новый, передовой человек, но я покажу, что тактично, я покажу, где раки зимуют, вон отсюда, пошел вон отсюда, дурак собачий. Гость съежился и, забормотав непонятное, вышел из комнаты, испуганно оглядываясь. Машенька тихо плакала. Писатель Конторщик Николай Петрович Дровишкин давно мечтал сделаться корреспондентом. Он послал даже раз в газету «Красное чудо» письмо с просьбой принять фрабкоры. Но ответа еще не было, и талант Дровишкина пропадал в бездействии. А Дровишкин был очень талантливый человек. И главное, отличался красноречием. Все знакомые даже удивлялись. «Голубчик», говорили знакомые, «Да с вашим талантом в газеты нужно писать». В ответ Дровишкин только усмехался. «Уж только бы мне попасть в газету», думал Дровишкин. «Уж я бы написал, уж я бы с моим талантом черт те знает, что бы написал». И вот однажды, развернув дрожащими руками красное чудо, Дровишкин прочел «Ник Дровишкину пишите о быте ваш номер девятьсот пятнадцать». От радости Дровишкин едва не задохнулся. «Есть принят корреспондент красного чуда Николай Дровишкин». И едва досидев до четырех, Дровишкин вышел, презрительно взглянув на начальство. На улице восторг Дровишкина немного утих. «О чем же я буду писать?» подумал Дровишкин, останавливаясь. «Как о чем? О быте? Вот, например, ну, что бы? Вот, например, милиционер стоит. Почему он стоит? Может, его солнце печет, а сверху никакой покрышки нету?» «Нет, это мелко». Дровишкин пошел дальше и остановился у окна колбасной. Или вот о мухах. Мухи на колбасе. Потом трудящиеся кушать будут. Дровишкин укоризненно покачал головой и зашел в лавку. «Как же так, братцы?» сказал он приказчику. «Мухи у вас на окнах?» «Чегос?» «Не, я так, трудящиеся, говорю, потом кушать будут. Полно мух. Дайте-ка мне того, полфунтик чайный». Дровишкин помялся у дверей, положил колбасу в карман и вышел из лавки. «Нет, подумал он, на мухах нельзя. Мелко. Нужно взять что-нибудь значительное, какое-нибудь общественное явление, факт значительный». Но ничего значительного Дровишкину не приходило в голову. Даже люди, проходящие мимо него, были самые обыкновенные люди, совершенно непригодные для замечательной статьи. «Настроение у Дровишкина упало, о погоде что ли написать?» уныло подумал он. «Или про попа что ли?» Но вспомнив, что поп приходится дальним родственникам жены, махнул рукой и пошел к дому. Дома, закрывшись в своей комнате, Дровишкин принялся писать. Писал он долго, и когда кончил, уже начало светать. Разбудив жену, Дровишкин сказал, «Вот, Верусь, послушай-ка, я хочу знать твое мнение, это явление из жизни». Дровишкин сел против жены и стал читать глухим голосом. Статья начиналась туманно, и смысл ее даже самому Дровишкину был неясен, но зато конец был хлесткий. Вместо того, чтобы видеть перед окнами ландшафт природы, трудящиеся порой лицезреют перед глазами мокрое белье, которое повешено для просушки. За примером ходить недалеко. Не далее, как сегодня, вернувшись после трудового дня, я увидел вышеуказанное белье, среди которого были и дамские принадлежности, и мужское исподнее, что, конечно, не отвечает эстетическим запросам души. Пора положить этому предел, то, что при старом режиме было обычным явлением, того не должно быть теперь. — Ну как? — спросил Дровишкин, робко взглянув на жену. — Хорошо? — Хорошо, сказала жена, только, Коль, ты про какое белье говоришь? Это ведь наше белье перед окнами. — Наше? — охнул Дровишкин. — Ну да, не узнал. Там и твое исподнее. Дровишкин опустился перед женой и, уткнувшись носом в ее колени, тихонько заплакал. — Верочка, — сказал Дровишкин, сморкаясь, — кажется, у меня все есть, и слог красивый, и талант, а вот не могу. И как это пишут люди? — Агитатор — Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню. — Ну что ж, товарищи Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете? Так уж вы того, поагитируйте в деревне-то, скажите мужичкам, вот, мол, авиация развивается, может, мужички на аэроплан сложатся? — Это, будьте уверены, говорил Косоносов, поагитирую. — Что другое уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу. В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет. Вот, сказал он, желаю поагитировать. Как я есть приехавший из города, так нельзя ли собрание собрать? — Что ж, сказал председатель, — валяйте, завтра соберу мужичков. На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая. Косоносов вышел к ним, поклонился и с непривычки рабея начал говорить дрожащим голосом. — Так вот, этого, сказал Косоносов, авиация, товарищи, крестьяне, как вы есть народ, конечно, темный, то этого про политику скажу. Тут, скажем, Германия, а тут и Китай, тут Россия, а тут вообще. — Это ты про что, милый, не поняли мужички. — Про это, обиделся Косоносов, про авиацию я, развивается этого, авиация. Тут Россия, а тут Китай. Мужички слушали мрачно. — Не задерживай, крикнул кто-то сзади. — Я не задерживаю, сказал Косоносов, я про авиацию. Развивает старший крестьяне, ничего не скажу против, что есть, то есть, не спорю. — Непонятно, крикнул председатель, вы, товарищ, ближе к массам. Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал. — Так вот, этого, товарищи крестьяне, строят яропланы и летают после, по воздуху то есть, но иной, конечно, не удержится, бабахнет вниз, как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь. — Не птица ведь, сказали мужики. Я же и говорю, обрадовался косоносов поддержки, известна не птица. Птица упадет, ей хоть бы хрен, отряхнулась и дальше. А тут накось выкуси, другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков. Полетел всей честь честью, бац, в моторе порча, как бабахнет. — Ну, спросили мужики, ей-богу, а то один на деревья сверзился и висит, что маленький, испужался, блажит умора. Разные бывают случаи, а то раз у нас корова под пропеллер сунулась, раз-раз чик-чик и на кусочки, где роги, а где вообще брюхо разобрать невозможно. Собаки тоже, бывает, попадают. — И лошади, спросили мужики, неужто и лошади, родимые, попадают? — И лошади, сказал Косоносов. — Очень просто. — Эх, черти, вред им в ухо, сказал кто-то, до чего додумались лошадей крошить. — И что ж, милый, развивается это? — Я же говорю, сказал Косоносов, развивается, товарищи крестьяне, вы этого соберитесь миром и жертвуйте. — Это на что ж, милый, жертвовать, спросили мужики? — На аэроплан, сказал Косоносов. Смеиваясь, стали расходиться. Старая крыса. Подписка на аэроплан шла успешно. Один из конторщиков, старый воздушный спец, дважды поднимавшийся на колбасе, добровольно ходил по всем отделам и агитировал. — Товарищи, — говорил спец, — наступает новая эра. Каждое учреждение будет обладать воздушным передвижением в лице аэроплана. Ну и этого подписывайтесь. Служащие подписывались охотно. Никто не спорил со спецом, только в одной канцелярии, в счетном отделе, спецу пришлось столкнуться с упорным человеком. Этот упорный человек был счетовод Тетерькин. Счетовод Тетерькин иронически усмехнулся и спросил спеца на аэроплан. Хм, а какой же это будет аэроплан? Как же я так, здорово живешь, брошу на него деньги? Я, батенька, старая крыса. Позвольте, кипятился спецаэроплан, обыкновенный аэроплан. Обыкновенный, горько усмехнул Стетерькин. А может он того, непрочный будет, может на нем полетишь, а его ветром шибанет и пропали денежки? Как же я так сдуру ухлопаю на него деньги? Я супруге швейную машину покупал, так я имейте в виду каждое колесико ощупал. А тут как же? Может в нем пропеллер ни того не крутится, а? Позвольте, орал спец, государственный завод строить будет. Завод, 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 иронизировал Тетерькин. Что же, что завод? Я хоть на колбасе и не поднимался, но я, батенька, старая крыса. Знаю, другой завод денежки возьмет, а толку нету. Да вы не машите на меня руками, я заплачу. Мне не жалко заплатить. Я ради справедливости говорю, а заплатить извольте. Вот я могу даже за Мехрютина заплатить, вот пуску он, пожалуйста. Тетерькин вынул кошелек, отсчитал по курсу рубль золотом за себя и четвертак за Мехрютина, расписался, снова пересчитал деньги и подал спецу. На-те! Только условия, батенька, я сам на завод пойду. Все-таки свой глаз алмаз, а чужой стеклышко. Тетерькин еще долго бубнил себе под нос, потом принялся за счеты, но работать от волнения не мог. Два месяца после того он не мог работать. Он, как тень ходил за спецом, подкарауливал его в коридорах, интересовался, как идет подписка, кто сколько дал и где будут строить аэроплан. Когда деньги были собраны и аэроплан заказан, счетовод Тетерькин, мрачно посмеиваясь, пошел на завод. Ну как, братцы, спросил на рабочих, идет дело? А вам что? спросил инженер. Как что? удивился Тетерькин. Я ухлопал деньги на аэроплан, а он спрашивает. Тут батенька аэроплан у вас строится для учреждения. Мне посмотреть нужно. Тетерькин долго ходил по залу, рассматривал материал, пробовал его даже зубами и качал головой. Вы уж того, братцы, говорил он рабочим, прочный строите. Я, старая крыса, знаю вас. Все вы мошенники. Сделайте, а потом чего-нибудь этого пропеллер не будет крутиться. Уж пожалуйста, я, так сказать, материально заинтересован. Тетерькин обошел еще раз помещение, пообещал зайти и ушел. Ходил он после того на завод ежедневно, иногда успевал забежать два раза. Он спорил, ругался, заставлял миять материалы, иногда рассматривал чертежи в кабинете инженера. послушайте, сказал раз инженер, мучая своей деликатностью. Вы ж, пожалуйста, как бы сказать, мы сделаем, не беспокойтесь, не ходите зря, иначе мы должны отказаться от заказа. Вы как представитель сами понимаете. позвольте, сказал Тетерькин, какой же я представитель, выдумали тоже. Я частный человек, ухлопал свои денежки на аэроплан. А, закричал инженер, не представитель, а сколько черт раздери вы ухлопали? Сколько? Да рубль золотом я ухлопал. Как рубль испугался инженер? Рубль! Инженер открыл стол и бросил Тетерькину деньги. На те, черт раздери вас, на те! Тетерькин пожал плечами. Как вам угодно, не хотите не надо, я не настаиваю, я и в другом месте закажу, я старая крыса. Тетерькин пересчитал деньги, спрятал в карман и ушел, потом вернулся. Еще Замехрютина, сказал Тетерькин. Замехрютина, дико заорал инженер, Замехрютина старая крыса. Тетерькин испуганно прикрыл дверь и торопливо пошел к выходу. Пропали денежки, шептал Тетерькин, четверт так зажилил прохвост. А еще инженер. Честный гражданин. Письмо в милицию. Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира номер 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет, окромя того, струдящихся три шкуры. А когда, например, нету те денег или вообще нехватка хужба одной копейки, то в долг нипочем не доверяет и еще не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину. А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира номер 3 тоже без сомнения подозрительна по самогону, в каковой вкладывают для скусу, что ли, опенки или, может быть, пельсинные корки, отчего блюешь сверх нормы. А в долг, конечно, тоже не доверяют, хуж плач. А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне и в помещении, чисто ли варит, не впущает. А в кухне ихняя собачонка системы пудель набрасывается на потребителя и рвет ноги. Эта пудель, холера ей в бок, и меня ухватила за ноги. А когда я размахнул с посудой, чтобы эту пудель, конечно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит «На, ты дала обратно деньги! Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь». А я, если на то пошло, эту пудель не мучил, а размахивал с посудой. «Что вы, вредная гражданка? Я, говорю, не трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно, я, говорю, недопустимо, что пудель рвал ноги». А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые и упали у плите. Деньги лежат у плите, а ихняя пудель насуслила их и не подпущает хуш-плач. Тогда я действительно не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых один рубль насуслилый противно взять в руки, а с другого объеден номер и Госбанк не принимает, хуш-плач. Тогда я обратно не отрицаю, пихнул пудель в грудку и скорее вышел. А теперь чья-то вредная гражданка меня в квартиру к себе не впущает и дверь все время и когда не сунься, нацепки содержит и еще стерва плюется через отверстие, если я, например, подошедший. А когда я на плевки ихние размахнулся, чтоб тоже по роже съездить или почем попало, то она с перепуху, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть. Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутри. Даже до слез обидно. О чем имею врачебную записку и окромя того кровь и теперь и текет, если, например, ежедневно сдирать болячки. А еще окромя этих подозрительных квартир сообщаю, что трактир Веселая долина тоже без сомнения подозрителен. Там меня ударили по морде и запятили в угол. Плати, говорят, собачье жало за разбитую стопку. А я ихнюю стопку не бил и вообще очень-то нужно мне бить их не стопки. Я говорю, не бил стопку, допустите, докушать бутербродь, граждане. Они меня тащат и тащат и к бутербродю не подпущают. Дотащили до дверей и кинули, а бутербродь лежит на столе хуш-плач. Еще как честный гражданин сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая, а когда я к Варьке подошедший, так она мной гнушается. Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите. Теперь еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе и против долой дурман хоши уволен по сокращению за правду. А еще прошу, чтобы трактир веселую долину, пока чтобы не закрывали. Какой я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре без сомнения поправлюсь и двинусь. Бутербродь тоже денег стоит.